Звездонос Также его называют звездорыл или звездоносый крот, обитающий в восточной части Северной Америки. Его голый нос окружен 22 по 11 с каждой стороны небольшими отростками длиной от 1 до 4 мм. Их расположение на мордочке по форме напоминает звезду, благодаря чему животное получило свое название. Они называются органами Эймера и представляют собой крошечные сосочки. Конечно же они присутствуют и на носах других кротов, однако на носу с щупальцами звездоноса их больше всего. 25 тысяч на участке кожи площадью меньше чем 1 квадратный сантиметр. Общая длина тела звездоноса колеблется в диапазоне от 17 до 20 сантиметров, а вес от 35 до 70 грамм. Будучи слепым, этот крот стремительно щупывает с щупальцами все на своем пути, пока в итоге не дотронется до добычи, которую и столь же быстро съест. Он способен съесть пищу за 120 мс, тогда как большинство млекопитающих делают это в среднем за 227 мс. А чтобы понять, съедобная ли перед ним пища или нет, кроту требуется всего 8 мс. В спячку не впадает, активен в течение всей зимы, копает под снегом норы, а также плавает под покрытым льдом водоемами, выискивая червей, личинок, рогаобразных, моллюсков и мелкую рыбу. Аксолотли. Их называют водным монстром или водяной саламандрой. Во всем мире широко используются в различных биологических экспериментах и принадлежат к исчезающим видам, так как в живой природе уже почти не встречаются. Аксолотли довольно давно разводят в домашних условиях, так как их содержание несложно и интересно. К тому же у них необычный внешний вид. При надлежащих условиях продолжительность жизни может достигать 10-15 лет. Верхняя и нижняя часть челюсти снабжены острыми зубами. Дышит аксолотли одновременно и легкими и жабрами. Если же вода малонасыщена кистородом, то жабры в течение времени атрофируются частично, и личинка почти полностью переходит на легочное дыхание. В природе аксолотли питаются улитками, червями, ракообразными, небольшой рыбой, мелкими амфибиями. Аксолотль обладает замечательной способностью регенерации. Если какая-либо часть его тела травмирована или существует угроза потери конечности, раны быстро затягиваются, а на месте утраченной конечности через некоторое время вырастает новая. По сути, аксолотль это родственник саламандры, природное место обитания в горных мексиканских озерах. Голова у личинки очень широкая, ее можно назвать огромной по сравнению с остальным телом. Рот довольно широкий, при этом очень маленькие глазки. Из-за этого кажется, что личинка постоянно улыбается. Гуи-Дак Самый крупный, до 1 метра в длину, роющий моллюск в мире. Обитает у северо-западного побережья Соединенных Штатов Америки и Канады. Этот моллюск знаменит как один из самых долгоживущих животных, примерно 146 лет. А возраст самой старой найденной особи был 160 лет. Это крупные организмы весом до полутора килограмм. Они обладают очень длинными, до 1 метра в длину сросшими сифонами и сравнительно небольшой хрупкой раковиной до 20 сантиметров. Из-под тонкой хрупкой раковины гуи-Дака выступает нога, которая в три раза длиннее раковины. Гуи-Даки закапываются в грунт, выставив свой сифон, длинная часть или хобот слона, как прозвали гуи-Дака китайцы за стой длинную часть тела. Так и живут они почти всю жизнь. Мясо моллюска довольно жестко и напоминает по вкусу морское ухо. Иногда его готовят в США. Американцы режут гуи-Дак на куски, отбивают и обжаривают в сливочном масле с луком. Однако главными потребителями гуи-Дака являются японцы и китайцы. Японская исполинская саламандра. Очень крупная земноводная, встречающаяся исключительно на японских островах. Обитает этот вид в холодных горных ручьях на высоте от 180 до 1350 метров над уровнем моря. И воду покидает крайне редко. Эта саламандра может достигнуть 160 сантиметров в лину и набрать веса до 180 килограмм. Кроме того, такая саламандра может жить до 150 лет. Хотя официально засвидетельствованный самый большой возраст огромной саламандры составляет всего лишь 59. Все ее тело покрыто серой, черной или зеленой морщинистой кожей с небольшими бородавчистыми наростами. Они увеличивают площадь поверхности кожного покрова. Именно через кожу саламандра дышит. Японская саламандра ведет ночной образ жизни. Днем, как правило, спит в укромных местах. Двигается саламандра обычно против течения, что обеспечивает лучшее дыхание. Японская саламандра является плотоярным существом. Свою добычу она ловит резко, широко открывая пасть. Из-за чего создается разность давления и жертва вместе с потоком воды отправляется в желудок. Мясо саламандры из Полинской достаточно вкусное и пригодно в пищу. Что привело к сокращении популяции животного и занесению его в Красную книгу. Как вида, которому ухажает исчезновение. Так в настоящее время в Японии саламандра в природе практически не встречается. А разводится в специальных питомниках. Миксины. Это ночные животные. Глаза затянуты кожей. Видят миксины плохо, так как их глаза слишком примитивны. Органы дыхания миксин, как у всех рыб, жабры. Размер этого животного невелик. 35-40 см. Хотя иногда встречаются гигантские экземпляры. Днем они зарываются в ил, выставляя наружу часть головы. На охоту выходит только в ночное время. Миксины нападают на рыб, попавших на крючковую снасть или в сети. А также на больных и ослабленных. Также поедают падаль. Они прогрызают стенку тела добычи, обычно в области жабр. И проникают в полость тела. Поедая сначала внутренности, а потом мышцы. Если жертва еще способна к сопротивлению, миксины проникают под ее жаберную крышку и выделяют обильную слизь. В результате жабры жертвы перестают нормально работать и рыба погибает от удушья. У миксин довольно интересный способ размножения. На 100 самок двухколого вида этих животных приходится лишь один единственный самец. Представители многих других видов миксин относятся к гермафродитам. Так что выживут эти животные в любом случае. Миксины вполне съедобны и даже напоминают рыб по своему вкусу. Но многие отказываются пробовать миксин из-за их ужасного вида. Наносят значительный вред рыболовству. Рыбаки у берегов Англии, Западной Швеции и Южной Норвегии бывают вынуждены часто менять места лова. Поскольку на беге миксин могут оставить их без добычи. Очень живучий. Хорошо переносят длительное пребывание без воды. Могут подолгу голодать и долго остаются живым. Получив даже чрезвычайно тяжелые ранения.